Привет, это Базовый Блок и Сергей Тихомиров. Прежде чем мы перейдем к выпуску, хочу сделать небольшое объявление, которое прежде всего будет интересно слушателям подкаста, которые живут в Москве или в Москву, по крайней мере, приехали на новогодние каникулы. Мы собираемся организовать встречу слушателей Базового Блока 2 января 2020 года вечером в 19 часов где-то в Москве. Это уникальная возможность пообщаться со всеми ведущими Базового Блока вживую, задать нам интересующие вас вопросы про блокчейн-технологии, ну и не обязательно, просто пообщаться в неформальной обстановке, поздравить друг друга с Новым Годом и приятно пообщаться. Если вам такая активность интересна, то очень вас просим пройти по ссылке в описании и записаться на этот ивент, потому что у нас пока нет полного понимания насчет места проведения, и если вы нам поможете понять, сколько нам людей можно примерно ожидать, то это будет для нас очень полезно и позволит это все правильно спланировать. В начале 2019 года уходящего мы делали похожее мероприятие, когда отмечали юбилей биткоина, и было вполне душевно, хорошо, и хочется нам это дело повторить. Заходите, пожалуйста, записывайтесь на Meetup и приходите. Будем очень рады всех видеть. А теперь к выпуску. Всем привет, с вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн, у микрофона Сергей Тихомиров, и это выпуск номер 103. Сегодня у нас, я не помню, первая ли это ситуация, но одна из первых, когда гость к нам возвращается. После 70 выпусков Евгений Юртаев, CEO и кофаундер Zerion, уже у нас был, но с тех пор очень много интересного произошло в индустрии и у Евгения, и у его компании, так что про это мы сегодня поговорим. Привет, Жень. Привет, Сергей, и всем слушателям тоже привет. Большое спасибо. Перед началом выпуска мы выражаем нашему спонсору, компании Waves, платформе для децентрализованных контрактов. Заходите на wavesplatform.com и смотрите, что нового. Ребята разработали. Спасибо большое нашим патронам. На patreon.com.br можно записаться и нас поддержать. Огромное всем спасибо. Ну, давайте начнем. Жень, давай начнем с краткого бэкграунда. Мы, слушатели, адресуем к выпуску номер 33 для тех, кто хочет подробно узнать, кто ты и чем ты занимался до блокчейна и так далее. Но дай, пожалуйста, такой краткий апдейт, что случилось в твоей жизни с тех пор. И продолжаешь ли ты учиться в этом интересном университете, в бакглаварской программе, где вы переезжаете из города в город каждые полгода? Ну, давай начнем сначала тогда с блокчейнами, то, что мы делали по Zerion. Мы, выпуск 33 был где-то полтора года назад. Тогда вот мы начинали только наш проект, который сейчас связывает с нашим основным. То есть тогда мы его даже называли по-другому. Это был пульс. Это был портфолио-трекер для токенов на эфире. То есть автоматический портфолио-трекер для токенов. И это все плавно с появлением DeFi преобразовалось в то, что есть сейчас. То, что мы называем платформой для инвестиций в DeFi. Ну, или просто интерфейсом, простым интерфейсом для DeFi. Вот это самое большое, что, наверное, произошло с точки зрения продукта. Параллельно, более-менее, вот последний год мы занимались фандрейзингом. Это было очень интересно. Но я подробнее, наверное, про это могу рассказать позже. Ну, мы про это вернемся уже чуть позже. Да, мы вернемся. Интерфейс сделаем. Да. И у вас в такой личной жизни, соответственно, университет. Я уже с прошлого семестра предыдущего был на так называемый reduced course load. То есть пониженное количество классов, которые я мог брать, потому что я не успевал совмещать с работой. Но в этом семестре я решил взять вообще leave of absence. То есть я не буду... Ну да, этот год я не учусь. И, скорее всего, следующий тоже. И вопрос, вернусь ли это еще, пока не ясно. Как-нибудь пойдет с компанией, вот так и решу. Понятно. То есть ты, возможно, присоединишься к этому, знаешь, пантеону колледж-джоп-аутс, которые создали потом миллиардные компании, типа Джобсон и прочих гейтсов. Будем надеяться, да, будем надеяться. Но это уже второй раз, так что уже разрыв шаблона есть. Я сначала уже из вышки ушел, так что тут посмотрим. Да, ну отлично. Давай, знаешь, про что поговорим? Мне кажется, мы в подкасте, хотя мы много раз эту тему затрагивали как-то косвенно, и там, например, видео наших интервью с блокчейн-недели в Берлине, про это говорили с несколькими гостями, но никогда у нас не было такого ликбеза, и, скажем так, никогда мы не начинали со снов в теме DeFi. Что такое дентрализованные финансы, как это работает, и мне кажется, ты правильный человек, у которого можно об этом узнать. Скажи, пожалуйста, вкратце вначале, что это вообще такое, а потом мы пытаемся в деталях разобраться и углубиться в технику, как на самом деле оно внутри устроено. Да, хорошо. DeFi, на самом деле, это довольно новый термин, то есть он появился примерно год назад. Вообще DeFi – это набор продуктов или финансовых сервисов на основе блокчейна, то есть на основе кода. То есть вместо того, чтобы использовать, как классические финансовые инструменты, они работают поверх, условно, договоров, то здесь мы пытаемся перенести финансовые инструменты в вид смарт-контрактов. В текущем виде это существует, в основном, только на эфире. То есть тут большой спор, на самом деле, есть среди даже тех, кто в DeFi находится, что является, ну, где проходят границы DeFi, что считать DeFi и что нет. Тут, например, даже, ну, вот я считаю, что какой-нибудь токен, например, на эфире, их тоже можно вполне себе считать DeFi, потому что это некоторая аналогия акций, которые существуют в обычном мире. Ну и даже, ну да, собственно, токены – это считается DeFi, и все, что поверх, там, деривативы, поверх токенов или какие-то финансовые инструменты, там, в виде interest-earning токенов – вот это все относится к DeFi. Давай мы пока ограничимся для, так сказать, для цели нашего разговора ограничимся DeFi на, именно на эфиреуме. И вопрос, который у меня в первую очередь возникает, и, как мне кажется, что могут тут биткоин-максималисты, скажем так, возразить, для того, чтобы строить финансовые инструменты, где ставки и прочие ключевые показатели рассчитываются в долларах, нам нужен какой-то механизм того, чтобы блокчейн узнал, какой сейчас курс доллара. А это сводится к проблеме оракулов, а проблема оракулов – это доверие, а доверие – это очень плохо. Вот расскажи, пожалуйста, как эта проблема вообще решается. Да, ну, на самом деле, самый первый проект, который относится к DeFi, вот так, который, в некотором смысле, зародил это движение – это Мейкер, и он вот именно эту проблему и пытался решить, то есть попытаться добиться стабильности внутри экосистемы, пытаться не зависеть очень сильно от оракулов и создать инструмент, токен, цена которого будет, допустим, привязана к доллару. То есть здесь существовало, для этого существовало более-менее один подход, что давайте просто на банковском счету заблокируем какое-то количество долларов и под это выпустим свои токены. Ну, так сделал, например, USDT. Ну, это до сих пор очень успешный проект, правда, со своими приколами. Но, в общем, если смотреть на Мейкер, они придумали алгоритмический способ сделать стабильный токен, который равен по цене эфира. Проблема оракулов, она там все еще остается. Сейчас оракулы… им не нужно предоставлять цену конкретно доллара, они предоставляют цену эфира, чтобы контракт мог понимать размер заблокированного коллайдера. Так, мы сначала систему, наверное, обсудим, да, как она работает или как… Да, давай. То есть хочется поговорить и о том, как Мейкер, как главный, видимо, строительный блок для DeFi, как он устроен. Ну, и в частности, конечно, кто является там оракулами и почему мы им должны верить. Но если… Наверное, имеет смысл сначала описать всю схему, а потом уже строить оракулы, как считаешь? Да, ну, давай попробуем так. Основная идея Мейкера, на самом деле, заключается в том, что люди, пользователи заблокируют коллайдерал, который в каком-нибудь ассете. То есть, начально это был только эфир, сейчас совсем недавно они выпустили систему мальти-коллайдерал, то есть можно блокировать разные ассеты, и под залог этого коллайдера выпускаются так называемые программируемые доллары. Вот примерно… Ну, это основной концепт. Соответственно, когда ты выпускаешь такой долг, ты должен будешь его вернуть в любой момент, но с интересом. Размер твоего долга не может превышать… Ну, там, зависит сейчас от типа коллайдера, но, допустим, в среднем не может превышать там 66% от твоего коллайдера. То есть всегда, в каждый момент времени должны быть заблокированы на контракте по стоимости, ну, по value, должны заблокированы быть больше от другого ассета. Это гарантирует то, что если цена, например, твоего коллайдера идет вниз, то может любой человек, который там… Он смотрит на эти контракты, он видит, что какая-нибудь позиция начинает гореть таким образом, и он может выкупить свой коллайдерал и отдать за тебя долг. Это гарантирует то, что в системе всегда больше залочено капитала, чем выпущено, ну, вот этих программируемых долларов в долг. Окей, ну, тогда такой, знаешь, немного наивный вопрос, опять-таки, из категории «Зачем это вообще нужно?» Если у меня уже есть каких-то активов на 150 долларов, зачем мне вообще класть куда-то, замораживать 150 долларов, чтобы получить 100, если у меня 150 как бы уже есть? Да, это очень хороший вопрос. На самом деле сейчас в основном люди используют это для того, чтобы идти в лонг, так называемый, ну, то есть в длинную позицию открывать на эфир, при этом децентрализованно и без посредников. То есть это не то, как происходит, например, на обычных централизованных биржах, где тебе нужно пройти от объема, который ты хочешь, например, получить долг, тебе нужно проходить какие-то KYC и так далее. Здесь любой человек с кучей эфира, миллион долларов в эфире, может взять себе за 15 секунд, взять 600 тысяч долларов и на них купить что-нибудь, ну, либо тоже эфир, тогда это будет как раз длинная позиция на эфир, либо же просто на самом деле некоторые люди так вот финансируют операции свои. То есть эфир сейчас стоит довольно низко, но вообще весь рынок внизу, поэтому многие люди просто не хотят продавать эфир, а при этом нужно тратить деньги на поддержание компании или личные финансы. И поэтому они закладывают эфир, берут стабильные доллары в долг себе, надеются, что эфир вырастет в какой-то момент, и ставка, которую они платят годовая там, ну, она не очень высокая на Мейкере, я не помню, какая сейчас, но довольно низкая, и она их явно не беспокоит, так как их беспокоит то, что им придется продать эфир по очень низкой цене. Окей, то есть если у меня есть, ну, опять-таки, это вот конструкция, все-таки, скажем так, что этот актив, который у меня есть на 150 долларов, это все-таки не какой-то там актив, а это конкретно эфир, скажем, в простом случае. И если я верю, что он будет расти, значит, не имеет смысл его заложить, чтобы потом получить весь этот эфир обратно, а не тратить его сейчас. А что будет в сценарии, когда мои ожидания не оправдываются, и рынок продолжает падать или остается на прежнем уровне? Ну, в этом случае как раз происходит система, на которой я и говорил только что, про ликвидацию. То есть твой коллектор, который ты заблокировал на контракте, он может быть как бы уничтожен. То есть кто-то может прийти и увидеть, что количество заблокированных ассетов на контракте у тебя меньше, чем размер твоего долга, точнее, меньше, чем, допустим, 125%. И в этот момент уже происходит ликвидация. Даже, кстати, на мейке там разные системы, для разного коллектора разное вот это число. Но, скажем, при 125 уже начнет ликвидироваться. Но, с другой стороны, я тоже… Какие действия я могу предпринять как владелец этого долга, чтобы избежать ликвидации? Ну, соответственно, ты можешь использовать разные инструменты мониторинга, ну, или каждый день, условно, проверять цену эфира и смотреть вот это твое текущее число, называется collateralization ratio. Если оно в порядке, то можно ничего не делать. Если оно начинает… Ну, там, эфир падает в цене, то можно либо уменьшать долг, либо докидывать больше коллекторов, что, собственно, люди делают. Ага. Ну, то есть общая схема, мне кажется, более-менее мы обрисовали общую схему. Давайте теперь поговорим про то, как все-таки эта система понимает, сколько сейчас долларов стоит один эфир. Да, это как раз к проблеме… Возвращаемся к проблеме оракулов. У них есть в некотором смысле децентрализованный price feed. То есть пока это довольно… Ну, это точно не оптимальная система. Они используют свой price feed. Там где-то 20 разных источников цены, которые постоянно постят цену on-chain. Вот это примерно сейчас вот так работает. Оракулы, мейкеры используют более-менее все, ну, так, в среднем. Ну, а это потому, что просто они самый крупный проект, и там слишком много залучено активов, поэтому надеются все, на самом деле, что они достаточно децентрализованы и достаточно хороший price feed там будет. Но он берет, собственно, средне взвешенные от вот этих… Точнее, даже среднее просто от всех разных price feedов. Ну, а эти вот разные поставщики, разные оракулы, известно, под чьим контролем они находятся. Или это все, не знаю, мейкер фаундейшн просто 20 инстансов запустила на Амазоне и всем кормит price feed с вами? Я… Это, во-первых, известно, да. Насколько я помню, там какую-то часть точно держит мейкер сам, ну, то есть сколько-то там этих 20, и какую-то часть держит разные проекты. Мы в какой-то момент сами думали, что не стоит ли нам стать, ну, одним из таких поставщиков цены. Ну, а это просто… Не дошли до этого руки пока. То есть, по идее, тогда могут присоединиться разные проекты, но это довольно такая… Пока все равно централизованная система в этом смысле. А что нужно для того, чтобы стать поставщиком price feed? Я думаю, просто договориться об этом с мейкером. Ну, то есть они какие-то критерии выдвигают по, не знаю, доступности сервиса, что-нибудь такое, SLA и прочие такие вещи? Думаю, да. Но я видел, что в price feed на самом деле иногда бывают там пропущенные условно цены, то есть кто-то не успел запостить, или там просто забыл запостить какую-то цену. И там бывают пробелы в этих price feedах. Но в целом точный процесс я не могу описать, потому что я не разбирался с ним. Слушай, а вот ты говоришь «постят» price feed. Я правильно тебя понял, что есть просто некий смарт-контракт на эфириуме, и все поставщики курса обязуются в какую-то переменную на конкретном контракте записывать значения каждые, не знаю, каждую минуту, каждый час, каждое время. Насколько часто это происходит? Не знаю точно. Не очень готовился про оракулы. Ну да, не знаю. Я могу все прям так глянуть. Я думаю, это примерно раз в час. Не то, что прям постоянно. Это на самом деле очень много полезной информации по системе Мейкер. У них лежит на сайте, у них очень интересная такая платформа, где можно увидеть всю статистику по текущему использованию и вообще по всем разным позициям. Общая коллитеризация. Текущая коллитеризация, например, в районе 400%, насколько помню. То есть количество заблокированных ассетов сильно выше, чем то, что выпущено в долг. Слушай, а давай вот еще такой вопрос обсудим относительно оракулов. Допустим, у нас надежная, децентрализованная система, и мы гарантировали с высокой долей надежности, что оракулы врать не будут. Но не получается ли такой ситуации, что они берут свои сходные данные и в итоге все равно из какого-нибудь одного источника, не знаю, CoinDesk, PriceFit или что-нибудь такое. И если взломать этот изначальный источник, тогда можно будет нарушить работу системы. Ну, я думаю, такой риск есть, но я думаю, они как раз для этого несколько разных рядов используют сами. То есть берут несколько бирж или несколько таких агрегаторов наподобие CoinDesk, PriceIndex, и уже агрегаторы агрегируют? Да, думаю, так и есть. А насколько эта система похожа или не похожа на систему Chainlink, которую мы обсуждали в выпуске с Сергеем Назаровым не так давно, в 92-м выпуске, скажу я для слушателей. Ну, если честно, я про Chainlink не то чтобы очень много тоже знаю. То есть, как я сказал, оракулами не сильно занимаемся. Да, так что тут сказать... Я, насколько примерно понимаю, что Chainlink работает похожим образом. То есть, там есть как раз разные прайс-фиды, и все постят, и там вроде используется токен для того, чтобы гарантировать, ну, как бы стейкать, чтобы твой прайс-фид был правильный, насколько я знаю, да? Ну да, они используют некоторую систему с поставщиками данных, и между поставщиками данных есть некоторая экономика, скажем так, они что-то стейк... Я уже тоже, честно говоря, в детали глубоко не погружался, тем более, что я не это интервью брал, хотя я его, конечно, переслушивал несколько раз. Вот, но для слушателей просто скажем, что тоже это альтернативный подход к организации Оракулов, который можно тоже сравнить. Но они не только на Эфириум ориентируются, они хотят в разные блокчейны поставлять данные и сделать такую отдельную от всех блокчейнов систему Оракулов, в которой могла бы эти данные слать в Эфириум, куда-нибудь еще, куда еще там можно ее слать. Ну, тогда на первый взгляд, если так работает, то кажется, что это в текущем виде лучше, чем систему Мейкера, потому что там есть какой-то, ну, бонд, который ты постишь, который тебя могут забрать, если ты неправильно, например, поставляешь данные. Ну, это если так поверхностно. У Мейкера более централизованное пока решение. Но проблему Оракулов еще не решили, но, на мой взгляд, самое интересное, что происходит, это вот как раз он-чейн Оракула, то есть когда не нужно из них ничего вообще постить. Этим, в частности, занимается Uniswap сейчас, потому что у них есть, ну, про Uniswap мы можем еще отдельно поговорить, но это на беременную биржу, да, и там у них есть цены как раз, в которой он-чейн находится, что полезно. Ну, подожди, информация-то все равно изначально должна прийти из оффчейна тем или иным образом? Нет, там вообще нет никакой оффчейн-информации. А, то есть если мы говорим исключительно про обмен токенов на токены, то есть все живет внутри оффчейна? А, окей, тогда действительно можно, наверное, это замкнуть все. Ну, то есть в таком виде, если там довериться, что какой-нибудь USDC, это тоже по типу USDC сделанный токен, равный доллару, если его взять как условно гарант цены доллара, то вот его цену можно взять с Uniswap напрямую. Да, окей. Нет, ну здесь, мне кажется, проявляется такое общее свойство, что пока мы находимся внутри блокчейна, у нас все относительно легко автоматизируется и прописывается в контрактах. А как только мы пытаемся интегрироваться с внешним миром, то тут-то и начинаются проблемы доверия, оракулов и подобных вещей. Но давай считать, что мы более-менее разобрались именно с оракулами в мейкере, но про мейкер мне интересно бы еще обсудить следующее. Насколько большой властью над протоколом обладают его создатели? Есть ли там какой-нибудь мастер-ключ или супер-аккаунт внутри контракта, который может по воле его обладателей все заморозить, все закрыть или какие-то еще неожиданные вещи сделать? Да, это интересный вопрос. Я бы в текущем виде сказал, что система все еще не очень децентрализованная. То есть, если смотреть, там недавно был как раз большой шум на тему того, что там можно... Во-первых, все основано на токенах, про токен мейкера мы еще не говорили. Там большинство предложений по протоколу и изменений протоколов относятся после разных пропозалов, которые могут носить любые токен-холдеры мейкер-токена. Соответственно, там есть функция, которая полностью останавливает систему. И, во-первых, она там есть функция, которая просто останавливает и возвращает всем коллектору. То есть, это для таких ситуаций, когда там, как TheDAO было давно еще. То есть, если что-то совсем идет не так, то можно было бы остановить систему. Вот это контролируется сейчас мейкером. То же самое, вся недавняя шумиха была про то, что пользователи с где-то 20 тысяч, нет, или 80 тысяч МКР, там в районе 20 миллионов долларов, по-моему, могут остановить протокол и заменить один из контрактов. Не помню точно какой, но идея была в том, что, собственно, они могут вообще без задержки по времени заменить один контракт другим и, соответственно, вывести весь коллектор, который сейчас заочен на мейкере. Сразу после этого вышел пропозал, который изменяет эту задержку на 24 часа, чтобы другие холдеры мейкера тоже могли успеть проголосовать, если что-то такое, подобная атака происходит на систему мейкера. Ну, слушай, а нет ли здесь такого принципиального противоречия, что ли? Мне просто пришла в голову аналогия с парламентом, просто с политикой. Ну, условно говоря, там есть такое понятие, как конституционное большинство. Там две трети парламента голосуют, могут принимать изменения в конституцию. То есть технически они могут, не знаю, объявить монархию и сам распуститься, если там две трети наберется. И, казалось бы, это не очень хороший исход, но, с другой стороны, если мы поставим эту планку в 100%, то есть все до одного должны проголосовать за то, чтобы что-то случилось, то, разумеется, кто-то один не проголосует, кто-то один там будет саботировать, кто-то один, не знаю, что-то заболеет, не придет, и решение не будет принято. Как ты на это смотришь? То есть я пытаюсь понять, является ли вообще такого рода системы с голосованием, является ли это правильным механизмом для организации такой системы, или это просто, так сказать, как демократия самые худшие, но ничего лучше не придумали? Ну, я склоняюсь ко второму, то, что ты сказал. Более-менее за всю историю человечества мы пока не придумали ничего умнее, и сейчас, на самом деле, системы, которые существуют именно в блокчейне для голосования, они все довольно примитивные, но есть, ну, такой плюс у этого, то, что они постоянно развиваются. То есть если смотреть на систему мейкера, до этого никто такого условно не пробовал. То есть довольно массивное голосование, то есть такая демократия, которая происходит на токенах, довольно интересная. Сейчас, насколько я знаю, мейкер контролирует какую-то очень большую часть мейкер-токенов в любом случае, так что в некотором смысле это даже не совсем демократия сейчас, но плюс у этого в том, что им как раз можно быстрее вносить изменения в их собственный протокол, чтобы не, ну, искать быстрее ходок на битфит, ну, и, соответственно, на рынок ходить быстрее, что, конечно же, плюс. Но им потихонечку нужно будет уменьшать контроль над своим протоколом со временем. У них есть планы, есть какое-то видение, как именно они это будут делать? Потому что, может, я могу себе легко представить ситуацию, когда ты разрабатываешь какой-то проект централизованный вначале, обещаешь его децентрализовать, потом он набирает популярность, ты набираешь таким образом власть, влияние, деньги и так далее, и тебе уже, может быть, не так хочется раздавать контроль. Ну, это не совсем так работает, то есть он не то, чтобы изначально централизованный, то есть это все еще на контрактах, это все еще используют люди, которые умеют читать, хотя бы некоторые из них умеют читать код смарт-контрактов, они не будут просто так, ну, короче, есть фундаментальная разница между проектом в виде мейкера или тем же там, Nexo. Я не знаю, ты слышал про такой проект или нет? Ну, я слышал, что это какой-то новый скам. Ну, это не скам, насколько я знаю, они там просто централизованно берут там твои биткоины и дают тебе доллары на карту более-менее. Но это, вот это централизованный проект, ты не можешь вообще никак узнать, что происходит в системе и как вносятся изменения, куда деваются твои биткоины и так далее. Здесь все-таки никуда твои эфиры не убегают, они лежат на контракте. Ты знаешь, более-менее предсказуемо можешь оценить риски, которые есть для того, что кто-то условно захватит контроль или мейкер возьмет и заберет все деньги. То есть это все предсказуемые риски. Слушай, а давай поговорим про мейкер-токены, зачем они нужны и кто ими владеет, мы уже осветили. В общем-то, в основном мейкер-фаундейшн. Что предполагается с помощью этих токенов, какие решения предполагается принимать и какие решения уже принимали? Да, на самом деле ими не только мейкер-фаундейшн владеет, соответственно, они продавали многим разным инвесторам. То есть они делали более-менее такой фандрейзинг как private sale, но это был фандрейзинг в стиле обычных венчурных инвестиций. То есть продавали это фондом в основном. Если говорить про то, какие изменения были, в основном все изменения это были изменения ставки. То есть за счет ставки это более-менее был единственный для мейкера механизм, как регулировать спрос на DAI. Ну, DAI, собственно, это вот этот стейблкоин, который выпускает мейкер. Так, ну, еще давай сначала про механику еще токены поговорим. Изначально его продавали, продавали, чтобы финансировать разработку протокола. Соответственно, использование мейкер-токена происходит каждый раз, когда ты выплачиваешь обратно свой долг. Ну, то есть ты взял, допустим, тысячу долларов в долг, продержал год, ставка была условно их 4%, вот тебе 40 долларов, 40 DAI нужно заплатить в мейкер-токене, который сжигается. То есть у них вот такая модель. Они довольно, на самом деле, много, если считать по объему, заработали денег там за 2018 год. Я точно не помню, сколько, но это был такой ощутимый профит для компаний для потокола, мне кажется. То есть там был, по-моему, 200 тысяч. Ой, 200 миллионов. Извините, себя перебью, не совсем понял про сжигание токена. Почему он сжигается? Комиссиями в виду. Ну, так запрограммировано на контракте. Просто такой не совсем очевидный шаг. Очевидный шаг был бы просто там брать себе как прибыль. Ну да, это могли так сделать, но они решили другую систему использовать. То есть просто они в каком-то смысле повышают стоимость того, что у них уже есть за счет того, что они сжигают то, что другие люди тратят? Да. Ну, то есть когда тебе нужно заплатить долг, тебе нужно купить мейкер токена, которые сожгутся. Это может происходить автоматически, ну, как бы ты даже этого не заметишь. Ты можешь выплачивать в DAI, которые на лету через там Uniswap переведутся в мейкеры и мейкеры сожгутся, и, соответственно, все токен-холдеры в плюсе. Такая вот дефляционная модель получает, как у биткоина. Можно порадить. А общий суплай мейкер токенов ограничен или они выпускаются до сих пор? Нет, мейкер токены больше не выпускаются, они только сжигаются. То есть их выпустили какое-то количество и дальше только вниз? Да. Интересно. То есть, в принципе, система может run out of MKR токенов. Все закончатся и больше нельзя будет транзакции делать? Тут хороший вопрос. Я не очень уверен. То есть, возможно, но я не знаю про это вообще. Еще давай, мы задерживаемся на мейкере, но мне интересно действительно это подробно обсудить, как такой очень базовый блок, можно сказать, базовый для DeFi. Много разговоров было в всяких крипто-твиттерах про multi-collateral DAI, чтобы можно было не только эфиры использовать в виде залога, но и какие-то другие активы. Что на этом фронте происходит? Я слышал, что они это активизировали и в качестве второго актива немножко загадочным образом для меня был выбран basic attention токен. Почему именно он? Не очень очевидный выбор для меня. Это хороший вопрос. Я не знаю, почему именно он был выбран первым. Вообще, предполагалось, что выйдет сразу несколько токенов на самом деле. Ну, в смысле, в какой-то момент в ближайшем будущем появится в районе пяти токенов, которые будут использоваться как collateral. То есть там, так, я сейчас могу найти их на сайте, но вообще это выбрано по ликвидности. То есть, основной принцип это насколько легко эти токены можно трейдить на децентрализованных биржах и вообще насколько много ликвидности и там на Юнисвапе каком-нибудь. Это нужно для того, чтобы... Потому что на самом деле самый большой риск мейкера не в том, что ораковы будут неправильную цену предоставлять, а риск больше в том, что ну и транзакции помещается только лимитированное количество в блок. И, соответственно, при каких-то больших изменениях цены может случиться ситуация, где не успеют ликвидироваться некоторые позиции, что может влиять на всю экономику системы. То есть это риск на самом деле намного больше. Вот. И поэтому нужны только самые ликвидные активы. И даже для самых ликвидных активов, ну там вроде вот этого бата, ставится очень высокая collateralization ratio, то есть нужно там заблокировать условно в 4 раза больше basic attention токена, чем ты можешь взять в долг. потому что они боятся, что очень легко может на какого-то другого токена обрушиться. Ну знаешь, говоря о том, какие активы можно использовать в качестве залога, мне кажется, довольно очевидный целевой рынок это держатели биткоинов. Мне кажется, было бы классно позволять держателям биткоинов в каком-то виде их залочивать в эту DeFi-экосистему и получать на них, например, проценты. Возможно ли это технически и есть ли планы по добавлению биткоина в каком-либо виде туда? Да, это на самом деле очень правильная идея, над ней несколько команд параллельно работают, то есть есть уже такой токен, который называется WBTC, я не знаю, ты знаешь, что у него или нет. Ну, я слышал название, но расскажи вкратце, как он устроен. Да, это в некотором смысле NDP биткоина на эфире, он сейчас полностью централизованный, то есть они даже не пытались сделать его централизованным, работает по принципу вот как USDT работает, то есть на BitGo хранятся биткоины и выпускаются под их количество выпускается токен на эфире. Он даже уже работает в другом протоколе, который называется Compound, но параллельно есть очень интересный проект, который называется TBTC от Keep Network, они делают в некотором смысле похожую на мейкер систему для того, чтобы сделать trustless биткоины на эфире. И вот эта система, ну, это надо послушать других, наверное, подкастов, там довольно интересно работает, и, да, тоже за счет как раз заблокирования коллайтеров осуществляется. Да, очень интересно, потому что, ну, я пытаюсь как-то на ходу сейчас придумать, как это могло бы выглядеть в виде контракта, то есть, по идее, эфириум контракту нужно уметь проверять каким-то образом биткоин, блокчейн и как-то понимать, например, какая главная цепочка или с помощью Merkle Proof понимать, какая транзакция вошла в какой-нибудь блок. То есть, в принципе, ну, мне не кажется, что это технически невозможно. По крайней мере, вопрос дальше, насколько это децентрализованно получится реализовать, но, в принципе, контрактом соединить с биткоин, блокчейном, ну, наверное, уже люди умеют. Я прав? Да, примерно так. То есть, я тоже не помню уже все детали, но работает, ну, скажем так, они уже собираются выпускаться довольно скоро, насколько я знаю. То есть, они уже вроде тестнет сделали и, ну, там, объявили об этом. То есть, я узнал про это на Дефконе, и там очень интересная команда над этим работает. Отлично, тогда будем следить. Я думаю, что для всех ходлеров биткоина, ну, или для какого-то, по крайней мере, их количества, конечно, есть такие ходлеры, которые никуда не хотят свои биткоины отправлять и держат их в холодном хранилище в швейцарском бункере. Я полностью понимаю их, но хотя бы какую-то часть биткоинов положить в DeFi, возможно, кого-то заинтересует. Слушай, я еще хотел бы два коротких вопроса обсудить по поводу мейкера. Да, значит, смотри, история такая. В августе была Берлинская блокчейн-идиля, и туда мы ездили ее освещать, и, в числе прочего, я участвовал в хакатоне с Женей Марченко. Про это у нас есть видео на нашем канале. В основном там Женя, конечно, все имплементировал, и меня многому научил в смысле DeFi и мейкера. Я только тогда, на самом деле, разобрался, как примерно это работает. Но у меня сложилось впечатление, по крайней мере, глядя на Женю, что в контрактах мейкера очень сложно разобраться. Что у них написан код таким образом, что они не просто не пытались сделать его читабельным, они как будто специально пытались сделать его нечитабельным. И пока мы физически не нашли человека, который прямо там работает, пока он нам не объяснил, как-то провзаимодействовать с этим контрактом было крайне затруднительно даже для человека, который имеет опыт написания солидитикода. Вот что там за фишка с этими названиями переменных, и зачем они это сделали? Это вопрос, который нас очень долго мучил, когда мы сами пытались интегрироваться с мейкером. Мы в итоге, понятное дело, разобрались, но это, конечно, убили очень много времени. Мы даже у них спрашивали, на самом деле, почему они так сделали, и я до сих пор не знаю очень точного ответа. Есть ощущение, что это такая, ну, как Леша, наш сетевой, собственно, сказал после того, как он интегрировал, что логику проследить можно, как только ты понимаешь всю систему. То есть какую-то логику в названии переменных и функций можно проследить. Но она определенно non-conventional и вообще мало понятна. Я точно не знаю, зачем они это сделали, а все другие проекты стараются делать наоборот, то есть писать более понятный код, с которым намного легче интегрироваться. Мейкер сделал по-другому. Да, странно вообще. Со всех сторон странно, потому что, во-первых, это выглядит немножко как security through obscurity, то есть если никто не разберется в код, значит, никто его не будет атаковать, как бы вопросительный знак. На самом деле нет. Да. Ну, тут может быть такое. Да, да. С другой стороны, странно, что, ну, мейкер стал доминирующим проектом в своей нише стейблкоинов, несмотря на то, что, вот как ваш, например, опыт показывает, с ним тяжело интегрироваться сторонним разработчикам приложений, а тем не менее, очень многие с ним заинтегрировались в итоге. Ну, да. Я думаю, потому что он был первым и хорошо продуманным и очень хорошо зафинансированным проектом. То есть здесь сложность кода, ну, она преодолевается тоже довольно легко. И есть еще мнение, что, ну, когда мы думали, мы шутили про то, что они в некотором смысле строят центральные банки, поэтому пытаются таким образом, ну, если бы они бы называли эти функции похожим образом, как там, да, минд, доллары или что-нибудь такое, то у регуляторов было бы намного больше вопросов с самого старта, что это вообще эта система делает. А сейчас, ну, они спокойно сидят там в Нью-Йорке, на Уолл-стрит, прямо рядом со всеми финансовыми компаниями, и никто особо не понимает, что они делают. А я думаю, когда ты приводишь аналогию с центральным банком, можно было бы сказать, что как центральный банк говорит на своем жаргоне, который простые смертные не понимают, и просто кивают головами, говорят, ну, значит, раз центральный банк сказал, значит, так нужно. Так, в общем-то, и Мейкер. Мы там, правда, идтили переменную фу, поставили ее в значение бар, ну, потому что так. Ну, да, и переходя к следующей, как бы, подглаве, в этой главе, по поводу регуляции и KYC. Вот ты говоришь, что на Мейкер пока не особо обращают внимание регуляторы, по крайней мере, в плохом, скажем так, смысле. Почему? Есть ли в этом риски и насколько они высоки, что в какой-то момент к ним придут и скажут, что в плохом случае вообще закрываете все это, а в таком средненьком случае вводите KYC, бросите у всех паспорт, там, а давайте вы не будете пускать граждан Ирана или граждан, не знаю, России. Всякая такая фигня может ли произойти? Произойти любая фигня может, на мой взгляд. То есть, ну, они активно общаются с регуляторами, насколько я знаю. Здесь есть просто большой барьер между тем, что в текущем виде понимают регуляторы, и они не хотят при этом быть очень жесткими по отношению к проектам, которые делают что-то правильное. Вот. То есть, в некотором смысле пока, ну, как я слышал, мнение такое, что сейчас больше регуляторы заняты, там, такими проектами, как Libra, которые предоставляют намного большую угрозу вообще в финансовой системе, нежели, там, такие проекты, как Maker. Поэтому до Maker у них, условно, руки еще не дошли, и когда они начнут распираться, я думаю, они попытаются там понять, что же конкретно происходит. Но, с другой стороны, Maker не пытается создать свою валюту, то есть у них Maker токен сам по себе в некотором смысле попадает в utility, несмотря на то, что у них есть governance, то есть какой-то риск тут есть, что его там скажут, что нельзя Maker токен никому продавать. Но, с другой стороны, он уже более-менее активно торгуется на всем рынке, то есть остановить это будет довольно сложно. Параллельно с этим проект у них все-таки децентрализованный, и у регуляторов меньше вопросов к децентрализованным системам, потому что они в некотором смысле self-serve. То есть Maker сам, чем меньше контроля у Maker, тем лучше это для регуляторов. Соответственно, они держат вот такой баланс, то есть если, я думаю, регуляторы будут давить на них сильнее, они больше контроля будут передавать в отдельные токены токены в Maker, соответственно, уменьшая свой регуляторный риск и возможность как-то влиять на систему очень сильно. Вот. Как-то так. Слушай, я подумал, что представлять себя на месте условного Maker, как уменьшить свой регуляторный риск, нужно сделать вид, что у тебя система децентрализована, написать много смарт-контрактов, там много разных entities создать, желательно с очень сложными названиями переменных, на самом деле сохраняя контроль за собой, по сути, но делая вид, как будто это децентрализовано. И пока регулятор разберется, что это на самом деле под твоим контролем, еще пройдет какое-то время. Потом ты еще навернешь какой-нибудь на это все сверху. И опять скажешь, ну, ничего не знаю, у нас сеть так решила, а сеть на самом деле это ты. Ну, это вопрос уже философии опять уходит. Ну, то есть, я уже объяснил, почему все-таки есть разница между там централизованным проектом и Maker. Нет, конечно, есть. Ну, да. То есть, здесь для регулятора она тоже понятна. То есть, если бы регулятор там Nexo, например, они изначально просто не могли бы сидеть в Америке ни в каком случае. Там, то же самое, там, не знаю, Compound спокойно может оставаться в Штатах и там, и Maker тоже, ровно потому, что система у них все-таки более децентрализованная, чем обычный финансовый проект. Да, отлично. Как раз, да, вот давай плавно пересечем дальше к следующему. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, ну, точнее, вот два еще, мне кажется, ключевых проекта для этой системы, там, добавь, если ты считаешь, что еще какие-то есть, о которых хотелось бы поговорить. Это Compound и это Uniswap. Ну, давай, наверное, с Compoundа начнем. Ну, давай, начнем с Compoundа. Compound, на самом деле, в некотором смысле похож на Maker, но отличается тем, что Compound сам не выпускает никакие активы. То есть, протокол Maker, он печатает, как раз эти, да, и токены, соответственно, выступая, в некотором смысле, как центральный банк. А Compound, это, ну, в терминах финансов, это Money Market, там можно получить долг и можно там дать долг кому-то. Система работает, соответственно, есть контракт тоже на эфире и есть две страны, то есть, есть люди, которые приносят ликвидность, ну, есть лендеры и есть люди, те, кто берут в долг. Процесс взятия в долг очень похож на то, что существует в Maker. То есть, чтобы взять в долг, нужно сначала какое-то количество ликвидности положить на контракт, которое больше, чем размер долга, который ты берешь. Из плюсов Compound, то, что он со старта запустился с поддержкой разных типов коллекторов, то есть, там не только был эфир, там были как раз те же BAT-токены, сейчас есть и WBTC, там разброс разных коллекторов выше. И второй, очень, наверное, самый большой плюс Compound против Maker, это то, что можно было зарабатывать на том, что ты предоставляешь ликвидность протокол. То есть, если у тебя есть какие-нибудь там DAI или USDC, которые ты купил и хочешь, чтобы они зарабатывали деньги, ну, проценты, ты просто можешь заложить их в протокол и получить там взамен C-токены. И, соответственно, у тебя эти C-токены постоянно растут в цене, и ты их потом можешь обменять обратно на свои DAI с процентами, которые ты заработал с тех людей, которые брали долг на этом же протоколе. Я думаю, сейчас нужно больше деталей. Слушай, давай разберем по ролям. Вот, допустим, у тебя есть лишние деньги, а я хочу взять в долг их. Как происходит взаимодействие через компаунд, если мы хотим это сделать? Да, напрямую мы вообще никак с тобой бы не взаимодействовали. То есть, для вендера история выглядит очень просто. Он берет такие-нибудь токены, ну, например, DAI или USDC и кладет на протокол. Это я пока, да, это моя роль? Да, тот, кто дает долг. А, наоборот, значит, твоя роль. Много денег у тебя здесь, а не у меня. Значит, ты кладешь DAI в контракт. Да. Контракт тебе говорит окей и дает тебе C-токены. Да, C-токены – это такая условная расписка о том, что ты можешь получить обратно от протокола некоторое количество DAI. И это количество, оно больше, чем ты положил, да, в зависимости от времени, которое прошло? Именно так, да. И от ставки, потому что ставка, она не фиксирована, она зависит от спроса на ликвидность. И это определяется кодом контракта или это какой-то администратор выставляет? Нет, это определяется, там есть контракт, который называется Interest Rate Model, и он заведует тем, что в зависимости от использования ликвидности в контракте, ну, то есть, если, например, положили лендеры 100 токенов и заборовили, не знаю, 20 из них, это называется Utilization, то есть, вот от этого зависит, какая ставка. Чем выше Utilization, тем выше ставка. Ну, это, соответственно, просто, чтобы людям нужно было быстрее возвращать, если на контракте не осталось ликвидности или мало ликвидности. Ну, здесь целью является стопроцентная утилизация, то есть, если недостаточно взяли в долг, то мы делаем это еще проще, чтобы еще больше взяли в долг, пока все не кончится? Целью является поддержание, там, условно, хорошего баланса, то есть, там разные кривые можно использовать любую, сейчас на компаунде, насколько я помню, она линейная, от скольки-то, там, от низкого какого-то процента, ну, в районе, условно, одного до 20, то есть, при утилизации в 100 процентов ставка будет 20 процентов годовой, и целью является то, что, ну, она, да, опять же, это кривая сильно разная на разных протоколах, например, есть DivideX, где тоже можно также вендить, и там кривая улетает в бесконечность при приближении к 100 процентам утилизации, ну, как раз это для того, чтобы люди начинали быстрее возвращать деньги, если в протоколе недостаточно ликвидности. Окей, ну, значит, возвращаясь к нашему сценарию, вот у нас есть какая-то ставка, по крайней мере, определенная на ближайшее какое-то будущее, ты положил туда DAI или что-то, тебе выдались и токены. Дальше мои действия какие? Да, ты идешь тоже на протокол, ты должен положить какой-нибудь актив, любой, на самом деле, то есть в компаунде у тебя общий коллектор, то есть ты, например, кладешь эфиры, баты, и, не знаю, W биткоины, это там составляет, не знаю, тысячу долларов. Примерно так же, как на Мейкере, ты можешь взять какую-то часть из этого в долг с процентом. А с точки зрения моей, почему, как бы, с точки зрения заемщика, в чем разница между компаундом и Мейкером? С точки зрения заемщика, ну, она не очень большая, то есть, я думаю, для заемщика разница в том, что разные проценты, но это очевидно, ну, то есть по кредиту, а все ищут, очевидно, ну, это финансовый рынок уже на самом деле, то есть все ищут самые маленькие проценты, это раз. И второе, что отличается, то, что ты зарабатываешь интерес на твои, на твой коллектор в компаунде и не зарабатываешь в Мейкере. Сейчас, подожди, вот я хочу переформулировать в как бы очень простых терминах, ты поправь меня, если я не прав, что в Мейкере, условно говоря, ну, очень грубо говоря, компаунд – это Мейкер, но с некоторым дополнительным перетеканием ценности от заемщиков к тем, кто предоставляет капитал. То есть, в Мейкер ты просто положил и… нет, надо будет проедактировать. Нет, мысли пока не сходят. То есть, условно говоря, смотри, значит, компаунд предлагает тебе, как поставщику ликвидности, дополнительные проценты. Они откуда-то должны взяться. Значит, наверное, их платят заемщики. А если их платят заемщики, почему эти заемщики не пойдут просто в Мейкер и не добудут себе там дай без этой наценки? Тут, смотри, да, они могут, все зависит от interest rate. Ну, то есть, смотри, в Мейкере же тоже есть комиссия, то есть, там есть процент, который плачешь по дайам, только он идет не тем, кто предоставляет ликвидности на протокол, а он идет как раз Мейкер-холдером за счет того, что сжигаются токены Мейкера. В компаунде по-другому как раз 90% этого идет, ну, 90% заработанного интереса, который возвращают заемщики, идет поставщикам ликвидности, что наоборот хорошо. То есть, это более оптимизированная система в этом смысле. То есть, так должно быть, так должно работать, потому что ты можешь как раз предоставляя ликвидность зарабатывать на ней деньги, а не просто покупая там Мейкер-холдером. Нет, я понимаю, что если я поставщик ликвидности, то мне, наверное, больше имеет смысл идти в компаунт. Но я не понимаю, если я хочу занять, правда ли, что мне в целом лучше идти в Мейкер? Если это так, то почему тогда кто-то вообще идет в компаунт? Опять же, зависит от интереса. Нет, если процентные ставки более-менее рыночным механизмом определяются, то какой-то должен арбитраж сработать, потому что, грубо говоря, в Мейкере не нужно платить поставщикам ликвидности или нужно меньше платить, а в компаунде нужно платить больше. Это не совсем правда. Смотри, например, тут еще есть вещь, по которой я тоже сказал, что в компаунде, когда ты закладываешь свои активы, ты зарабатываешь на коллектор тоже. То есть на том, что ты заблокируешь, ты тоже зарабатываешь деньги, помимо того, что тебе нужно платить интерес на твои заемные средства. Вот, это раз. То есть в Мейкере такого нет, и ты упускаешь вот эту возможность. С другой стороны, рейты на компаунде, были выше за счет того, что, я насколько понимаю, там было больше спроса на... Ну, чем больше boring demand, тем выше рейты для вендоров. Ну, и, соответственно, там был довольно большой boring demand, потому что на Мейкере работало только... Ну, только эфир можно было залочить, а на компаунде были доступны другие виды каваторов. Соответственно, и плюс там были лучше вот эти requirements на то, что сколько тебе нужно заплакировать коллектору, чтобы взять в долг. То есть на Мейкере было там 150% размер должен быть твоего коллектору, а на компаунде он был 125. Соответственно, тебе нужно меньше активов, чтобы взять больше в долг. И это очень сильную роль тоже играет. То есть ты можешь, ну, понятно, больше плечо сделать. Да, да, да. Ну, понятно, что конкретные цифры могут различаться в ту или иную сторону, но просто я в следующей мысли думаю, что согласен ли ты с тем, что если это будет развиваться как свободный рынок, то рано или поздно все ставки везде выровняются. То есть не будет такого, что если у меня есть капитал, я иду в компаунд, потому что там просто условия лучше и все. А они все будут с точки зрения цифр более-менее похожи друг на друга. И даже я больше продолжу, если они оперируют в терминах некоторых виртуальных долларов, то они в конце концов выровняются и более-менее там со ставкой ФРС США, грубо говоря. Я не думаю, что это до конца правда, потому что, как я сказал, у каждого протокола есть разные параметры и от риска зависит тот процент, который ты платишь, ну и, соответственно, который получаешь. В Мейкер изначально позиционируется как более надежная система, чем в Компаунд. Там намного больше ликвидности, ну типа 10С, больше ликвидности. Там очень маленький выбор коллекторов, там довольно суровая система отбора, какие коллекторы добавляются, поэтому там ставки будут скорее всего ниже для лендеров. В Компаунде ну короче риск там чуть выше, то есть риск, например, против того, что цены на какие-то активы будут идти очень резко вниз из-за того, что там низкая collateralization ratio как раз риск того, что прогорят какие-то позиции на самом деле выше и поэтому там ставки могут быть выше в финале. То есть нет такого, что они прям будут одинаковые и там все пойдут на мейкер. И даже если они одинаковые, опять же, вот из-за этих разных параметров протоколов, для разных людей нужны разные, ну выбор будет определяться этим. Окей, то есть можно сказать, как в разных коммерческих банках, в зависимости от их надежности, истории и так далее, разные ставки по кредитам, депозитам и так далее. Именно так, да. Только с той разницей, что в мире DeFi, по крайней мере, пока нету обязательного государственного страхования определенной суммы депозитов. Не, ну я думаю, что-то подобное появится на уровне контрактов. То есть какие-то проекты страхования на самом деле уже появляются. И да, там куча всего очень интересного появляется за буквально последние полгода миллион новых проектов интересных. DeFi. Здорово. Давай еще вот хотел одну вещь обсудить и потом обсудим Zerion, а потом обсудим, куда вообще все она идет. Я хотел поговорить про обменники Uniswap и децентрализованные обменники. Как устроена эта часть DeFi пейзажа? Что там интересного, как это работает? Тут в некотором смысле произошла эволюция разных децентрализованных бирж. Изначально все пытались скопировать традиционные биржи. То есть были там EtherDelta, наверное, все знают про это. Потом появились там ZeroX, как протокол, то есть такое обобщение EtherDelta. Появился банкор, который привлек кучу денег под идею, которая на самом деле является тем, в итоге, что сделал Uniswap только без токена. Ну и, соответственно, Uniswap, да, это, наверное, такой самый простой протокол для обмена токенами и который вообще не берет никакую комиссию протокола, полностью децентрализованный. Ну да, вот так. Про механику, он отличается от как раз традиционных бирж, ну как работают обычные биржи. Там есть Ardera, то есть есть стакан от дров, люди говорят, что они там готовы купить по каким-то ценам и кто-то готов продать по каким-то ценам. И там биржа матчит, соответственно, этих людей между собой и происходит сделка. в Uniswap все работает немножко по-другому. В Uniswap есть, ты торгуешь не напрямую с каким-то одним человеком, а ты торгуешь с контрактом, то есть, точнее, даже с пулом ликвидности, который залочен на контракте. То есть, работает это примерно так. Есть поставщики ликвидности, например, там, у меня есть эфиры и у меня есть DAI. И я хочу, да, во-первых, каждый пул, он, это пара эфир к какому-то токену. То есть, там, эфир DAI, эфир USDC. Вот у меня есть эфир и DAI. Я, как поставщик ликвидности, блокирую эти, ну, отправляю эти деньги на контракт в одинаковой пропорции. Ну, то есть, у меня там 100 долларов в эфире и 100 DAI. И текущая цена, там, ну, ну, неважно, короче, 100 DAI за, допустим, 100 DAI за 1 эфир, да, тогда я отправляю 1 эфир и 100 DAI на контракт. И это блокируется, в общем, пуль ликвидности. Мне, соответственно, выдаются токены, которые, как компаунди, отвечают за то, что я могу получить свою часть этого пула в будущем. Соответственно, для трейдера, как это работает? Он хочет поменять DAI на эфиры. Тогда он отправляет на контракт эти DAI, они автоматически прибавляются к пулу DAI, и по текущему соотношению DAI к эфиру они выдают мне эфир. Соответственно, количество эфира в пуле уменьшается, а количество DAI в пуле увеличивается. Сейчас понятно было? Сейчас, ну, более-менее понятно, пока не совсем понятно, откуда берется курс. Курс просто берется от текущего соотношения токенов одного типа, ну, токенов там DAI к количеству эфиров. Это и есть текущее соотношение. Я забыл, как называется, это как-то constant market, там какое-то слово допускаю, вот идея такая, что у тебя есть текущее соотношение, определяет цену. То есть, изначально, допустим, пул пустой, кто-то забрасывает туда какую-то ликвидность. Соответственно, если ты видишь, что вот это текущее соотношение неверное, ну, не равно текущей правильной цене, которую там на бирже, ты можешь арбитражить это. То есть, контракт тебе выдаст больше условно эфиров за то количество DAI, в котором ты ему отдал. Но при этом количество эфиров уменьшится, а количество DAI в этом пуле увеличится, и рейшио сдвинется. Соответственно, оно будет ближе к реальной цене. Да, слушай, теперь понятно. И теперь я понимаю, что это вот, собственно, есть та идея, которую я читал в форме банкора какое-то время назад, два года назад или там два с половиной даже. И у них, как я понимаю, ты упомянул, что они планировали токен, а здесь это сделано вообще без токена. Да, именно так. То есть, идея не новая, идея, на самом деле, очень старая. Просто Uniswap – это самая элегантная имплементация этой идеи, где очень сильно соптимизированы были косты на газ. Ну, то есть, там очень мало нужно эфира. То, что все трейдится против эфира, очень маленькие косты на транзакции. Не нужно делать токен-трансферы. Ну, и параллельно, нет никакого дополнительного токена, который создает ненужную сложность. Да, и про комиссии я еще не рассказал. Тут комиссия, она целиком идет в пул. Ну, то есть, люди, которые предоставляют ликвидность, они же ожидают, что они что-то заработают на этой ликвидности. Соответственно, они получают 0,3% с каждой сделки, пули, в котором они держат свой капитал. Тут есть, понятно, да? Да, то есть, это для держателей капитала, это еще одна возможность получать на нем проценты наряду с мейкером, наряду с компаундом, а можно еще предоставлять в Юниосвоп ликвидность. Да, именно так. Из интересного тут вот такую заметку есть, ну, например, C-токены, это тоже токен ERC-20, и можно вместо того, чтобы держать DAI и в пуле, например, можно держать деньги в пуле там, ETHIR C-DAI, ну, этот C-токен, и, соответственно, получать и проценты за счет интереса с компаунда, и трейдинг fees с Синиосвапа. Такой инцепшн, we need to go deeper. Да, это очень такая популярная идея, DeFi, про то, что, ну, composability называется, то, что можно все инструменты, они довольно хорошо работают друг с другом, их можно комбинировать и создавать более-менее любой, ну, любое портфолио, то есть risk ratio, risk return ratio можно любой создавать за счет разных комбинаций, потому что есть еще там куча разных атаков, там, вроде SETA, и там еще новые, которые появляются, мы, наверное, не будем на них останавливаться, они позволяют несколько токенов вместе держать и некоторым в смысле делать ETF-ы, и паебы, и фонды. Да, я только не рассказал про одну вещь вот с Uniswap, то есть тут есть как бы обратная сторона медали, за счет того, что постоянно ребалансируется количество денег в пуле, то есть количество эфиров против количества таях, может, происходит такая штука, которая называется impermanent loss, то есть ты изначально закладывал там один эфир и сто дайв, потом цена сдвинулась, и то, что ты забираешь, может быть, чуть-чуть больше эфиров и чуть-чуть меньше дайв, к примеру, то есть не гарантируется, то, что ты заберешь то же самое. Если цена оставалась константной в течение долгого времени, ты получаешь только трейдинг-физ, ну, то есть они постоянно капают, и постепенно растет твое паэктиво в этом пуле, но если цена сильно ушла, то impairment loss может быть выше, чем те комиссии, которые ты заработаешь на трейдинге. То есть выгоднее всего вкладывать в более стабильные пары. Я задумался даже непонятно как-то прокомментировать, потому что все довольно сложно, и я понимаю, что комбинации всех этих вещей, поскольку они все composable и interoperable, создают еще больше сложности, и такое, знаешь, впечатление, с одной стороны, дух немного захватывает, как все это можно комбинировать, с другой стороны, немножко страшно, потому что те риски, которые неизбежно есть во всех этих протоколах, они же умножаются, если ты комбинируешь maker с compound, с uniswap, все это заворачиваешь и кладешь опять в uniswap, в compound и так далее, то риск, что что-то пойдет не так, он становится кратно выше. Так что я чувствую некоторую опасность. Такое точно есть, об этом тоже все волнуются по этому поводу. Я считаю, что риск определенно есть, и да, что он до разных протоколов, когда ты их вместе друг с другом стакаешь, он становится выше, здесь, но он, короче, не выше, чем риск текущей финансовой системы. И тут как раз есть плюс в том, что это основано на коде, и поэтому можно всем аудировать открыто эту финансовую систему. То есть, да, тут выстраивается новая финансовая система, которая лучше тем, что она хотя бы записана на блокчейн. И каждый может посмотреть, почитать и быть тем, кто заметит предстоящий 2008-й и быстрее всех сделать транзакцию. Да, тут такая звездочка и примечание. Если это не код мейкера. В смысле, ты про... Не, я не понял. Ну, я про то, что каждый может прочитать, разобраться и найти там что-то, но если только мы не говорим про мейкер с его переменными. Слушай, ну давай мы, если не против, мы загруглим такую общую голову про DeFi, если есть, что-нибудь еще добавить в целом по протоколам и потом уже к Xerion пойдем. Ой, ну, тут у меня есть, конечно, очень много чего добавить. Ну, мы еще в конце такой философский какой-нибудь сделаем маленькое заключение, если хочешь. Да, просто протоколы, которые появляются там интересных очень много и там про каждую можно рассказывать довольно долго. Ладно, давай, давай про Xerion уже. Давай про Xerion. Xerion, как вы его описываете, это интерфейс к DeFi, если не ошибаюсь. Можешь рассказать, что вы вкладываете в эти слова, что такое интерфейс к... Тут есть такое большое философское рассуждение о разнице подходов там текущего интернета, то есть в основном интернете преобладают централизованные платформы, то есть сейчас, ну, такие, как там Facebook или Google, которые контролируют твои данные. Но так, на самом деле, работает не со всеми вещами, так, если мы посмотрим на какой-нибудь имейл, это не централизованная платформа, которая единственная, которая делает такой сервис, как имейл, а это протокол и множество интерфейсов к протоколу имейла. То есть довольно легко взять и, например, уйти с Gmail на какой-нибудь, не знаю, Яндекс или наоборот. И это все работает ровно потому, что имейл — это протокол, а Gmail и Яндекс, ну, и Яндекс.Мейл, они предоставляют интерфейс к этому протоколу. Соответственно, если мы говорим про Zerion конкретно, то мы являемся интерфейсом к различным протоколам поверх эфира, ну, то есть DeFi протокол. Это, ну да, тут разница в том, что мы не пытаемся, например, все активы, которые есть у пользователей, там, где-то у себя собрать, положить в какое-то там хранилище и как-то с ними что-то делать. Мы являемся скорее провайдером интерфейса, то есть доступа к подобным протоколам и упрощаем его. То есть множество протоколов в одном месте. Не нужно разбираться, как работает в отдельности компаунт и как работает Мейкер. Это все можно довольно просто сделать у нас через более-менее унифицированный интерфейс взаимодействия с разными протоколами. То же самое там для... У нас есть трейдинг, у нас... То есть мы подключены к Uniswap, то есть можно обменивать токены на другие токены. Мы впоследствии будем подключать все больше протоколов и, соответственно, ликвидность, которую получает наш пользователь, будет намного лучше, чем если бы он пошел на отдельный... на каждый отдельный протокол. И также мы подключаем разные финансовые инструменты, то есть Uniswap пулы у нас сейчас доступны, можно ими управлять и смотреть на какие финансовые результаты зарабатывает какой-нибудь один из своих пул. Вот. Это то, что мы... Сначала начнем. Вот если я пользую телезерию, что, собственно, могу в этом приложении сделать? Да, изначально самая такая, на самом деле, популярная функциональность, которая у нас есть, это отслеживание своего DeFi-портфолио. То есть сейчас пользователи DeFi это довольно такие продвинутые пользователи, которые понимают много чего про протоколы и экспериментируют с разными финансовыми инструментами. и более-менее на рынке сейчас нет инструментов, которые позволяют им в одном месте видеть состояние вообще их портфеля на каждом эфир-адресе. То есть это такая основная наша функциональность. Помимо этого, можно делать кучу разных вещей по взаимодействию как раз с твоим эфир-кошельком. То есть можно, как я уже говорил, трейдить токены, то есть на эфиры менять на условные DAI или BAT или что-нибудь такое. Можно просто там отправлять и получать токены, соответственно, все подключается к вашему кошельку и работает non-custodial. То есть любой кошелек, который работает с эфиром, почти любой, можно к нам подключить и мы будем генерировать просто транзакции, которые вам нужно будет подписывать. То есть дальше можно взаимодействовать с мейкером, то есть мы это называем вкладкой borrow, то есть можно брать деньги в долг, блокируя какой-то коллектор. И можно получать проценты на свои вклады в DAI через компаун. То есть если вы купили DAI, вы можете их через наш, через Ethereum взять и получать на них проценты. Слушай, я вот из твоего описания понял такую деталь, которую, мне кажется, раньше я понимал неправильно. То есть предполагается, что у меня есть некоторый внешний эфиром кошелек, в котором мои эфиры хранятся. И для того, чтобы пользоваться Xerion, я не отправляю эфиры на некоторые Xerion адрес, который потом менеджится из приложения. А я говорю Xerion, что сделать, он мне говорит, окей, теперь подключи кошелек, и я подключаю внешний кошелек. Вот это правильное описание? Да, это более-менее правильно. У нас есть процесс, если пользователь совершенно новый, и у нас таких примерно третий, то вообще, у которых нет никакого эфир-кошелька, но при этом им интересен DeFi. Для них есть процесс создания кошелька через стороннего провайдера, с которым мы давно работаем. Для всех остальных Flow работает так, что как-то я писал, то есть, да, они приходят со своим кошельком, но в большинстве случаев это там Metamask, в каких-то более редких случаях это там диабраузеры внутри различных кошельков. Они заходят на Xerion, подключают свой кошелек, и мы генерируем транзакции, которые они подписывают в кошельке. То есть, мы не храним средства у себя сами никогда и не собираемся этого делать. Это полностью такая self-serve система. То есть, можно сказать, Xerion в каком-то смысле это просто инструмент более удобный и интуитивный составления транзакций для взаимодействия с протоколами. Дальше я подписываю своим кошельком и отправляю их в сеть, и, собственно, роль Xerion на этом заканчивается. Составлять транзакцию и отследить, что произошло в ее результате. Да, мы упрощаем доступ к разным протоколам DeFi. То есть, это помимо того, что мы создаем транзакцию, мы показываем всю историю транзакции, как я сказал, показываем портфолио. То есть, ты можешь отслеживать, что происходило с темным кошельком исторически, матчем это на цену. То есть, это как раз в классическом смысле интерфейс к протоколам. То есть, все на открытых данных, все на блокчейне. И, в принципе, я мог бы сам, если я там программист, написать кучу-кучу скриптов, все эти данные собрать и получил бы тот же результат. Просто вы это уже сделали в удобной форме для меня. Да, именно так. То есть, мы работаем с открытыми данными эфира, мы просто смотрим на твой адрес, анализируем все транзакции, которые случились, и из этого высчитываем, сколько ты заработал на имсуаппулах, сколько ты заработал на компаунде. Да, чисто все за счет открытых данных. Какие вы сейчас поддерживаете DeFi протоколы, и как вы решаете, что поддерживать, или, может быть, что-то, что вы поддерживали раньше, прекратить поддерживать? Это хороший вопрос. Мы поддерживаем, начали мы с самой простой интеграции, это был Uniswap для трейдинга, дальше мы подключили Maker, потом был Compound, вторую версию мы подключили для лендинга, дальше был Uniswap пулы, и много разных остальных протоколов мы поддерживаем только в режиме чтения, то есть не позволяем с ними взаимодействовать, а позволяем просто смотреть у себя их видеть на аккаунте. Это такие протоколы, как Falkroom, и SetToken. В ближайшем времени мы выкатим поддержку DYDX, еще DAI Savings Rate, это вот как раз я про это не упомянул, когда мы говорили про Maker. DAI Savings Rate это возможность зарабатывать какой-то процент на DAI, то есть вместо того, чтобы... Но сейчас на DAI, все DAI, они идут в Compound, потому что в Compound есть и на них интерес, а Maker выпустил свою систему, то есть тоже в некотором смысле такое же перераспределение комиссии, которое есть в Compound, и оно пойдет на DYDX. Да, извини, что я тебе про это не сказал раньше. Вот. Этот протокол будем еще поддерживать. Ну и там еще думаем про Synthetix, потому что очень много людей просит, и так далее. Ну, соответственно, как мы выбираем, какие поддерживать? во-первых, это то, что пишут пользователи. Ну, у нас достаточно активная комьюнити в Твиттере, и в Телеграме нам постоянно пишут, там, если что-то, какой-нибудь, не знаю, PriceFit сломался или какая-то бага, что они не могут взаимодействовать. И очень много у нас... Мы сделали опросник, попросили людей, просто какие штуки они хотят видеть в интерфейсе, что им не хватает, и было очень много запросов по добавлению новых протоколов, потому что они, ну, пользователи, соответственно, видят, там, что-то новое появилось, сразу идут с метамаском это пробовать, и не видят это в общем подфолио у нас, и хотят это видеть. Соответственно, мы эту проблему хотим полностью решить, чтобы все доступные финансовые инструменты у нас очень быстро появлялись. И второе, на что мы смотрим, это на ликвидность и вообще, условно, репутацию и безопасность протоколов. То есть, там, если мы видим, что протокол привлек большое количество ликвидности, прошел аудиты, у него хорошая репутация и нормальные инвесторы, то нам приятнее добавлять такой протокол в интерфейс. Не то, что мы здесь пытаемся делать какое-то собственное решение, но мы просто смотрим, какие протоколы нужны людям и их добавляем. А были ли случаи, когда вы прекращали поддержку какого-то протокола и при каких условиях вы бы это сделали? Пока случаев таких не было, мы долгое время откладывали синтетикс ровно по причинам того, что нам была непонятна механика их токена и она довольно сомнительная. Пока как-то по ликвидности они все еще, ну, они сильно высоко, то есть, они сейчас забрались на второе место после мейкера, что мне очень интересно, как получилось. Но это в основном за счет спекуляции, потому что это протокол для быстрого трейдинга, давай не будем углубляться, но мы очень долго откладывали интеграцию с ним, ровно потому, что нам было непонятно, насколько надежна эта вообще система и стоит ли давать нашим пользователям доступ к взаимодействию. Я думаю, что мы будем поддерживать это в режиме чтения и дальше продолжим смотреть и более детально углубляться вообще в протокол, в понимание нашего протокола. Понятно. А можешь поделиться какими-то цифрами на предмет того, сколько у вас пользователей, какая динамика и что они делают обычно с помощью Zerivan? Да, могу. Так, смотри, если говорить про количество месячных пользователей, то у нас оно выросло где-то 10 раз, начиная с марта. То есть мы запустились где-то в январе, довольно медленно росли, нас никто особо не знал. И после первых ключевых интеграций у нас пошел рост. Первая, наверное, самая такая хорошая интеграция, которая увеличила количество пользователей, это компаунд второй версии, потому что мы были одними из партнеров по запуску. И с тех пор, вот сейчас у нас в районе двух тысяч с лишним, я думаю, в этом месяце будет две с половиной где-то тысячи пользователей. В день к нам приходит, это немножко зависит, но в среднем где-то 170 пользователей. Что они делают? В основном, на самом деле, пользователи, как я говорил, смотрят под фолио. То есть это, даже если подумать любой человек использует какой-нибудь план, транзакции, ты делаешь не так часто. То есть это условно пару раз в месяц. Большинство вещей, что ты делаешь, это ты смотришь за своим балансом. Тот же паттерн проглядывается и у нас. То есть пользователи оценивают все ли нормально на своем портфолио. Если нужно делать какие-то, платят кому-то по счетам, по инвойсам, либо немножко покупают какой-нибудь токен, если, например, он просел в цене. Да, транзакции, количество, я точно не могу сказать, но объем транзакций, которые мы начали считать с июля, он сейчас в районе 50 миллионов в сумме. Но это включая отправку токенов, включая... 50 миллионов чего за какой период? Долларов, начиная с июля. То есть кумулятивно за весь этот период для полгода. Слушай, я понимаю, что вопрос может быть немного щекотливый и не все на него готовы отвечать, сказать уинг-уинг к нашему предыдущему интервью, но как вы планируете монетизироваться? Я с удовольствием бы ответил, но у нас пока нет единого мнения, как мы это будем делать. Мы, короче, сейчас нам это не особо принципиально, потому что рынок очень маленький и смысла пытаться зарабатывать на нем особо нет. То есть он растет быстро и здесь правильно удерживать пользователей, а не пытаться наоборот их отбегнуть, потому что сейчас все пользователи, как я говорил, большинство пользователей продвинутые пользователи, если они видят комиссии, они, соответственно, могут сами пойти на другой интерфейс мейкера условного. Они могут пойти сами подписать транзакцию руками. Да, или руками в консоли подписать, если это им хочется. Да, поэтому пока монетизация какая-то тупая у нас не планируется брать комиссии за каждую транзакцию, что-то такое. Мы планируем зарабатывать на таких вещах, как премиальные фичи. То есть у нас даже несколько раз писали, мы даже делали созвоны, устраивали такие юзер-интервью с аналитиками фондов, точнее даже управляющими фондами, криптофондами. То есть они сидят, у них есть много там активов, они интересуются DeFi и вкладывают сюда DeFi. Используют Zerion для того, чтобы отслеживать все транзакции, например, это для учета, бухучета, и текущее портфолио. Соответственно, для них мы думаем, что можно делать какие-то более, ну, например, выгрузка всех историй транзакций или выгрузка исторического портфолио, либо страховка на какие-то финансовые инструменты. То есть такие вещи дополнительные мы будем продавать сами, не пытаясь брать комиссию за простые операции. Да, звучит вполне разумно. Слушай, еще такой вопрос из разряда каверзных вопросов, но тут уж, извини, мы не можем без этого обойтись. Что меня интересует в подобного рода системах, это приватность пользователей. И первый вопрос этой категории, это как зарегистрироваться на Zerion, нужно ли давать свою почту, телефон или паспорт, или KYC проходить, могу ли я полностью анонимно пользоваться этим продуктом? Да, ты абсолютно точно можешь полностью анонимно пользоваться продуктом. Сейчас при регистрации мы не спрашиваем более-менее ничего. Если у тебя нет кошелька на эфире, можно его сделать самому, то есть пойти скачать MetaMask, можно сделать его через Фортматик, Фортматик работает, он такой более простой, и там используется телефон, при этом никаких персональных данных все равно не собирается, то есть мы даже не знаем собственно этот телефон, который вы используете для регистрации через Фортматик. Помимо этого, все, что мы собираем, это более-менее общая статистика, ну такая обычная аналитика, для того, чтобы нам понимать, чем люди пользуются в продукте, и на что нам стоит обратить внимание. То есть какие-то данные мы можем понять, но они могут быть полностью, они анонимизированы, и соответственно, если использовать любой инструмент, который там блокирует аналитику, мы вообще абсолютно ничего не узнаем о том, что вы делали в интерфейсе. Примерно так, как у нас сейчас установлено. Про инструменты блокирования аналитики, это имеешь в виду какие-нибудь плагины для браузера, которые режут куки и токены и прочие такие вещи? Да, адблокер, например, любой, или использовать там Brave браузер, тогда мы тоже ничего не сможем даже сказать. Мы в будущем планируем вообще сделать настройку, то есть пока мы не сильно про это не приоритизировали, потому что не было даже пользователей до какого-то момента. Сейчас мы хотим сделать настройку в виде отправлять аналитику или не отправлять аналитику. Да, понятно. Хорошо, что это так, по крайней мере, на данный момент. Я когда зашел на сайт покликнул немножко в кнопочки и, знаешь, как человек дотошный, увидев кнопочку Sign Up, вот именно Fortmatic, которую ты упоминал, там, конечно, ссылка на Privacy Policy, я так ее пролистал и увидел, что там все прямо, ну не то чтобы плохо, но они оставляют за собой право мои данные собирать, передавать, продавать третьим сторонам и так далее, и так далее. То есть здесь, если я хочу остаться анонимным и сохранить свою приватность, тут мне нужно понимать, что просто не нужно давать ничего, чтобы они ничего не перепродали. Часом. Нужно просто использовать другой провайдер для кошелька, ну то есть не использовать Fortmatic, Fortmatic это чисто опция для тех, кто мало понимает про там эфир, допустим. В основном пользователи, у них есть Metamask, и вот если использовать Metamask, если у тебя он установлен в браузере, там автоматически появится кнопочка зайти через Metamask. Кнопка Sign Up, это значит, что более-менее нет никакого, мы не заметили никакого другого провайдера, поэтому нужно какое-то для пользователей сделать. И обычно это не самые продвинутые пользователи, но вот сейчас ты сказал, я понял, что возможно даже для продвинутых пользователей биткоина это очень отпугивающая штука, потому что у них нет как раз никакого кошелька с правильными настройками приватности. Да, ну, окей, как бы fair enough, я считаю, что эту тему мы обсудили, хотел бы я что еще обсудить, уже двигаясь постепенно к завершению, это Zerion как компанию, расскажи, пожалуйста, про то, как устроена работа компании, и в частности про то, как вы поднимали инвестиции, я поздравляю вас еще раз с раундом, мы об этом говорили, кстати говоря, в стриме нашем юбилейном в сотом выпуске, но расскажи немного подробнее, как устроен процесс, с чего лучше начать, как думаешь? Ну, начни с общих слов про компанию, а потом про процесс получения инвестиций. Да, это, да, расскажи тогда про компанию сначала. У нас очень интересная компания, я бы сказал, она совсем нетипичная, самое, наверное, главное отличие, что у нас она полностью распределенная, то есть все работают из разных мест, у нас бывают очень редко сборы, там мы идем, например, все вместе в один каворкинг и оттуда работаем, но почти все процессы работают так, что это не требуется, это на самом деле очень удобно, за этим многие сотрудники приходят даже, потому что им надоело тратить по 2 часа в день на то, чтобы просто ехать в метро или что-нибудь такое, и плюс нам это помогает находить людей, которые живут не в Москве или живут где-то еще вообще за границей, и при этом работать с нами. так у нас дизайнер, например, в Литве, фронт-энд-разработчик в Екатеринбурге, большинство людей все-таки в Москве, там продакт-менеджер и еще другие разработчики, ну а мы, соответственно, мы весь год фаундеры, я имею в виду, провели почти год в Америке, были в начале, в конце прошлого года были в Берлине, как раз занимались фандрейзингом, при этом вся команда продолжала работать, то есть это очень большой плюс. Да, теперь могу немножко про фандрейзинг рассказать. Вообще изначально мы занимались там еще давно созданием платформы для ICO, это было прям вообще, не знаю, на прошлом выпуске я про это рассказывал. Когда ICO еще были модными? Да, когда ICO еще были модными, потом рынок стал просто совершенно переполнен неправильными идеями, так сказать, ну и командами, которые пришли просто ради хайпа, и нам тоже там стало вообще очень некомфортно находиться, и мы поняли, что нам нужно куда-то двигаться дальше. У нас было не очень много вариантов, и нам как раз подвернулся под руку DeFi, нам очень понравилась вообще концепция, что можно финансовые инструменты, то есть это были более сложные финансовые инструменты, чем просто токены, там прослеживалась реальная ценность, там таких систем, как Maker или там Uniswap, нам это очень понравилось, и мы туда с головой окунулись. Ну и дальше поняли, что нам нужно, ну просто из-за того, что у нас начали кончаться деньги, нам нужно было что-то делать с компанией, мы стали искать инвестиции. У нас даже был момент, когда мы попросили всех сотрудников работать на полуторплату, у нас в тот момент всего 7 человек, то есть 4 сотрудника, и все из них согласились, что было очень приятно. Мы так за два месяца получили первые деньги, то есть как раз это нас спасло от того, что мы полностью потеряли бы компанию, привлекли первые деньги, и потом уже летом более-менее закрыли большую часть раунда. В сумме мы подняли 2 миллиона и процентов там 80 закрыли уже летом. Процесс, да, очень интересный, и тут на самом деле это, наверное, отдельно можно очень долго рассказывать. Мы использовали такую стратегию, которую я подсмотрел сначала у Феликса Фенга, это Founder Set Protocol, это же одна из примитив на DeFi. Он описал процесс, как они поднимали инвестиции, но в основном идея заключается в том, что нужно приходить и знакомиться с какими-нибудь компаниями, которые уже подняли инвестиции, и спрашивать, у них больше интро. То есть фактор веральности должен быть больше, чем единица. То есть с каждой встречи выходить с одним интро, или двумя, или больше. И это позволяет довольно быстро нарастить нетворк. Мы, собственно, приехали в Силиконовую долину, там сидит большинство протоколов, которые занимаются с Тифаем, которые получили какое-то финансирование, и мы у них просто спрашивали и пытались перенять опыт, как же они находили инвестиции. Ну и, соответственно, спрашивали контакты и питчили инвесторам. Изначально мы абсолютно не умели это делать. Там получили в районе 50 отказов, мне кажется. Может быть, даже больше. 50 отказов прямо после живого питча, или там на имейл не ответили? Не, ну, не-не-не, на имейл не ответили наверное тоже. Тогда, я думаю, число больше. Живого питча, ну, я не знаю, наверное, в районе 50 я тоже сделал. Да, может, больше даже. Фонды все брали, я не знаю, там больше 100, думаю, в табличке. Но мы просто изначально неправильно поступили, что начали ходить по фондам, потому что у нас не было никакой валидации от других людей, потому что система работает так, что нужно, чтобы кто-то помимо тебя самого понимал и поддерживал проект. И мы поняли, что у нас там нет даже ни одного ангела-инвестора. И, собственно, в конце концов нам он подвернулся и очень сильно выручил, потому что первые деньги это такая валидация, что мы не просто три парня из России, а что мы делаем что-то ценно. Слушай, а насколько правильно такая точка зрения, что для того, чтобы поднимать VC-фандинг, нужно ехать в долину, ну или в США, по крайней мере, а в других частях света, в Европе, например, это довольно дохло. Я бы сказал, что это да, так и есть. В Европе все-таки можно поднять фандинг. Мы общались с некоторыми фондами в Европе, там и в Англии тоже. Они адекватные, по крайней мере. В России почти невозможно, потому что они думают, ну они совершенно не иначе думают про ваш успех. Они пытаются забрать очень большую долю с самого начала, считая, что это поможет компании, на самом деле просто уменьшает мотивацию основателей работать над компанией. В общем, в России почти не имеет смысла пытаться, в Европе все-таки оценки ниже, потому что меньше капитала, в Америке капитала очень много, и поэтому там намного проще поднять просто раунд с более-менее с трекшном, который у нас есть, в России это невозможно было бы, я думаю. Слушай, а насколько вообще связаны вопросы, где вы поднимаете деньги, то есть где находятся инвесторы, от которых вы берете деньги, и где зарегистрирована компания, где она работает, где у нее там headquarters, если он вообще есть? Более-менее не связаны. То есть если пичить вживую, это важно, без жилого пича почти невозможно привлечь деньги, никто не даст деньги по скайпу, поэтому нужно приезжать туда, где ты поднимаешь инвестиции, но компания может быть зарегистрирована более-менее где угодно, если это надежная какая-то юрисдикция, то есть если компания в России, я думаю, будут вопросы, или там, не знаю, северной Кореи, но при этом офшоры, на них уже довольно лайтово все смотрят, и никто не будет сильно подмещаться, если это офшор. Главное правильно написать документы. Понятно, спасибо большое, я думаю, что это будет ценно для тех из наших слушателей, кто тоже делает какие-то свои стартапы и пытается поднять деньги, пожелаем им удачи. Ну, давай постепенно, наверное, переходить к последней нашей главе про планы на будущее твои и компании Zerion, и потом уже вообще в целом DeFi и блокчейн-индустрии. Что вы планируете на 2020 год, какие-то самые интересные фичи, и что вы будете выкатывать? У нас, на самом деле, довольно много планов, и самый большой план это как раз улучшение того процесса, который ты затронул. Ты сказал, вот есть кнопка Sign Up, и она не нравится, потому что она работает через Partmatic, который может какие-то данные твои использовать и так далее. Мы хотим сделать Experience, который будет такой же, как более-менее Experience людей с Тиньковым, то есть можно зайти с любого устройства, все работает красиво, не знать про то, что под капотом всего этого находится эфир, всего этого не нужно будет знать, и при этом пользоваться Zerion, продолжая быть анонимным и вам кастодиал, но в том смысле, что мы не будем брать контроль над активами пользователей. Это такая самая, наверное, большая фича, на которой мы хотим сфокусироваться, то есть мы об этом можем думать, как о кошельке правильном, с доступом к Zerion и соответственно всем финансовым инструментам, которые мы уже интегрировали в Zerion. Это, на самом деле, наш самый большой план. Это будет работать так, что, ну, например, не знаю, давай подробнее чуть-чуть остановимся, как для обычного пользователя это может выглядеть. То есть сейчас у нас даже мобильные приложения, они поддерживают только портфолио трекингов, и там очень много завязано на то, что у тебя уже есть эфир-адрес. В будущем это будет работать так, что ты приходишь в приложение Zerion, там ты можешь пополнить свой счет, условно, с карточки или с Apple Pay, у тебя автоматически придут там DAI на твой кошелек или другие стейблкоины. Ими же можно будет расплачиваться транзакции, то есть если ты захотел купить какой-нибудь финансовый инструмент, например, положить их под проценты на компаунд, ты можешь это спокойно сделать, тебе даже не нужно понимать, что под капотом всего этого работает эфир. При этом безопасность всего этого будет тоже повышена, потому что, ну, это уже немножко детали, но не нужно будет, к примеру, там можно будет установить лимиты на то, сколько ты можешь отправлять, например, в день. То есть если там вдруг происходит транзакция, которая твои деньги отправляет на какой-то неизвестный кошелек и она превышает условно 100 долларов, то мы попросим второе подтверждение на компьютере. Подписать эту же транзакцию нужно будет еще на компьютере, чтобы такое привыкнуть. Поэтому безопасность общая повышается средств. При этом мы ни в коем образом не владеем твоими ключами. Да, вот то, что ты сейчас описал, я понимаю, что это очень напоминает параллельную, скажем так, идею, которая развивается в биткоин-мире, но со свойственной биткоину консервативностью и несколько более низкой скоростью, которая называется Covenants и Volts, тоже такие адреса, где с помощью скриптов можешь вывести деньги не сразу, а только через некоторый промежуточный адрес, где деньги остаются на какое-то время, и если это была попытка кражи, ты специальным ключом можешь их вернуть. Вот что-то примерно в таком же духе. Но, конечно, на эфире это, скорее всего, гораздо проще написать. Да, да, это похожая штука. На эфире можно делать не только это, можно устанавливать там, более-менее, любой код, который ты хочешь, любые модули навешивать на это можно, то есть можно сделать восстановление ключа за счет твоих друзей или там какие-нибудь модули для того, чтобы перекладывать с одного протокола на другой автоматически. Ну, в общем, все, что хочешь, можно сделать на эфире. Вот. Поэтому мы так и делаем. Отлично. Слушай, давай еще обсудим в паре вопросов, скажем так, обсудим будущее развития DeFi. И тут мне интересно было бы встать на такую позицию скептика и, а ты, наверное, встаешь на позицию оптимиста, как человека, который работает в этой области. Вот риск, который мне кажется существенным, и интересно, что ты про это думаешь, это все-таки риск централизации и угроза наступления регуляторов, введения всеобщего KYC и так далее, и так далее. То есть, несмотря на то, что у нас сейчас все действительно на смарт-контрактах реализовано, все-таки довольно часто там есть админский адрес, который технически может довольно много вещей сделать. Насколько ты видишь высокий риск, что придет регулятор и обяжет этого администратора, который обычно зарегистрированная компания с известными фаундерами, действительно как-то ограничить доступ к людей. Вот, например, недавно была ситуация, когда Uniswap, наверняка знаешь об этом, закрыли своего интерфейса, доступ пользователей из отдельных стран. Я должен уточнить, что это был доступ только к интерфейсу, а не к самому смарт-контракту. Смарт-контракт невозможно таким образом зацензурировать, но, по крайней мере, как такой первый прецедент, не первый ли это звоночек в будущем регулировании DeFi. Да, смотри, что я думаю об этом поводу. Здесь как раз большой философский разговор на тему платформ и протоколов с интерфейсами и про разницу. То есть, как ты сказал, заблокированный доступ из стран был только на уровне интерфейса, а протокол поменять нельзя таким образом, заблокировать нельзя. То есть, нужно блокировать целиком эфир, чтобы прекратить доступ к Uniswap. И в этом есть там большая разница. То есть, если Uniswap недоступен, как основной интерфейс от компании Uniswap, которая живет в Штатах, интерфейс не позволяет пользователям из Северной Кореи использовать Uniswap. При этом, пользователи из Северной Кореи могут сами для себя сделать новую версию интерфейса, просто склонировать репозиторий, на самом деле, запустить для себя и сделать его такой, который будет работать в высшей реадикции. В этом и есть, собственно, большой плюс подхода использования протоколов. То же самое, да, касается Мейкера. То есть, если даже регулятор придет к ним и скажет, что им нужно не давать доступ открывать вот эти позиции на Мейкере таким же пользователям из Северной Кореи, они могут это сделать, но при этом через какой-то другой интерфейс, который зарегистрирован в другой стране, эти пользователи все еще смогут получить доступ к тому же протоколу и к той же ликвидности, которая там же есть. И, ну вот, это большое преимущество. Окей. Значит, следующий вопрос из жанра взгляд-скептика. Это такое мнение, которое я читал, про то, что DeFi может угрожать Proof-of-Stake. И рассуждения там были такие, что если будет развитая DeFi-экосистема, а Ethereum будет приходить на Proof-Stake, то для держателей эфиров будет выгоднее их залочить в условный компаунд, нежели стейкать. И это может поставить под угрозу безопасность собственно базового слоя самой сети. Как ты на это смотришь? Да, это, я тоже читал эту статью. Это очень интересное рассуждение. Ну, получается, что рейты на стейкинг должны быть всегда выше. И тут начинается вопрос про то, что они не могут быть дефляционными в этом смысле. Ну, то есть, если рейты на стейкинг дефляционные, значит, они в какой-то момент станут ниже, чем рейты на лендинг, что не очень хорошо для экосистем. Но тут будет еще вопрос, опять же, риска. То есть, риск на лендинг против риска на стейкинг. То есть, стейкинг это в некотором смысле такие государственные банды, но проблема, что у них не регулируется ставка. Ну, то есть, или плохо регулируется только там за счет хардпорков, что совсем не гибко. И поэтому это, да, может создать какую-то проблему в будущем. Но это зависит, я думаю, все-таки от капитала, который будет в экосистеме. Я думаю, что все будет нормально в экосистеме, потому что Proof of Stake, он будет давать определенный процент. Он их создает более-менее, эти новые эфиры, они минтятся. Поэтому он не ограничен от того, сколько застейканных эфиров. А для лендинга есть кривая интереса, и поэтому если много людей будут слишком, слишком много людей будут предоставлять ликвидность в виде этих эфиров, на которые они хотят получать проценты, то ставка по этим эфирам будет очень быстро уменьшаться. И поэтому, скорее всего, стейкинг будет всегда выше по процентам, чем лендинг. Но это пока сильные спекуляции. Непонятно, насколько, как рынок на самом деле будет себя вести. Да, то есть еще две мысли, которые у меня возникли. Во-первых, что с точки зрения идеального рынка, если будут происходить какие-то движения, которые ставят под угрозу первый уровень, это, наверное, должно быть priced in как риск и для второго уровня тоже, и для DeFi тоже. То есть, по идее, там рациональные игроки должны все-таки не допустить ситуации, когда вся система обрушится, потому что их собственные капиталы тоже на этой системе залочены. Ну, и вообще, я тут какие-то вижу рифмы и вижу параллели с дискуссией, опять-таки, в биткоин-мире и в том же эфириум-мире на первом слое на вопрос того, что у нас есть протоколы, которые обеспечивают безопасность и кто, ну, там, за нее кто-то должен платить и платят ли за нее ходлеры и держатели либо платят за нее те, кто делает транзакции и, соответственно, там, держатель платит в виде инфляции, если у нас просто новый issue у нас происходит, те, кто делает транзакции, платят, если issue становится маленьким. Все как-то, что в целом там мы стремимся к дефляционной модели и мы не хотим, как текущие центробанки бесконечно печатать деньги, но тогда нам нужно спонсировать безопасность за счет транзакций. То есть должно быть много транзакций. Не знаю, это makes sense for you. Да, я понимаю. Тут интересно. Я бы не сказал, что дефляционная модель это самое правильное. Наверное, все биткоинеры... Controversial opinion. Да, меня возненавидит, но здесь есть просто совершенно разная цель у валюты. То есть если биткоин, дефляционная модель, она имеет смысл, потому что люди именно накапливают биткоин, но это автоматически значит, что тратить биткоин это не выгодно никому. То есть вообще такие тогда идеи, как платить биткоином за кофе, они не имеют никакого смысла, потому что завтра этот биткоин будет стоить больше. Ну, по модели дефляционной. Поэтому биткоин совершенно не предназначен для использования day-to-day и вообще нужно на него смотреть совершенно по-другому. И здесь опять же разные цели у разных валют. То есть доллар для того и был придуман, чтобы быть использованным в ежедневных операциях. То есть его стоимость, она более-менее предсказуемо растет, в смысле не растет, а падает инфляционно. И это нужно для того, чтобы стимулировать экономику и больше людей, чтобы тратить, чтобы был больше оборот. И в этом, да. Ну да, здесь можно было бы возразить, что для меня не является очевидным, почему, собственно, люди должны больше тратить. Если представить себе ситуацию, когда я получаю всю мою зарплату в биткоинах, то как бы я не предвидел то, что биткоины будут расти, я все равно буду покупать еду, одежду и платить за жилье биткоинами, потому что у меня больше ничего нет. И я буду все равно покупать то, что мне нужно. А то, что я не буду покупать то, что мне не очень нужно, может быть, оно и к лучшему. Ну, это, мне кажется, не самое оптимальное поведение покупать все за биткоин. Нет, я имею в виду, что если у меня выбора нету, вещи, которые мне просто нужны, потому что они мне не нужны, я все равно куплю. Ну, это такая очень вырезанная из контекста ситуация. Если представить, что ничего кроме биткоина не существует, тогда да. Но это не так, к сожалению. Конечно. Окей, давай еще два скептических вопроса кратко обсудим. Следующая скептическая точка зрения заключается в том, что DeFi, по сути, переизобретает финансы и все те грабли, на которые традиционные финансы наступили там 200-100 лет назад, DeFi пройдет заново. И будут там какие-нибудь стрёмные банкротства, и будут там bank runs, будут какие-нибудь кризисы, и финансисты на это так смотрят, свысока немножко посмеиваясь, там, ха-ха, это все у нас было в 1920-30-х, там, и так далее. Не переизобретаем ли мы велосипед? Я думаю, мы его переизобретаем, но сразу делаем не велосипед, а что-то типа машины. Ну, или ладно, мотоцикл, давай скажем так. Потому что, и я думаю, что да, DeFi соберет грабли, но мне ощущение, что он соберет больше новых грабель, чем старых грабель, потому что старые грабли, они более-менее уже пройдены, то есть никто не пытается, там, не нужно заново придумывать, что такое, там, опцион. Это уже есть понятие довольно существующее в мире, там, или банды. И ровно эти концепты пытаются просто переложить на код. И поэтому, я думаю, соберет как раз новые проблемы, когда, как будет работать такая система, которая чисто основана на коде. Да, но тут я еще хотел, наверное, добавить, что вообще вся криптоэкосистема напоминает переизобретение, ну, вообще, изобретение велосипеда, потому что, если посмотреть на централизованные биржи, то, ну, они как будто, там, в 30-е годы в Штатах работают. Никто вообще не знает, ну, за инсайда трейдинг никого не сажают. Малибуляции рынком – это, там, каждодневное дело и просто неизрегулированная такая дикая экосистема. Тут, ну, пока ничего не можем с этим сделать, но в этом и, наверное, ее преимущество, что пока она может свободно быстро развиваться. Окей. Еще такая вот точка зрения, которую хотелось бы мне обсудить, про over-clutterization. Обязаны ли, собственно, DeFi, обязаны ли DeFi протоколы быть over-collateralized? Не получится ли так, что если они развиваются так, как они развиваются сейчас, то их круг пользователей довольно-таки ограничен, потому что, чтобы взять, там, долг в DAI, нужно принести больше денег, как бы, в сумме, в value, чем я возьму. А для того, чтобы развивать эту экосистему с точки зрения обычных кредитов, как мы их понимаем, то есть все-таки я беру деньги в долг, а у меня денег нет, у меня поэтому деньги нужны, тогда придется как-то DeFi сдвигать в сторону under-collateralization. В общем, возможно ли это и какие здесь есть риски или, наоборот, возможности? Ну, возможностей здесь очень много. Как ты описал, это очень сильно расширяет круг и вообще использование, более эффективное использование капитала. Но из-за того, чтобы его как раз лочить, ты можешь этот же капитал просто раздать кому-то, кто вернет. Но здесь, как ты сказал, возникает проблема репутации. Но в традиционном финансовом мире она как-то работает, там, кредит-скор и вообще все с этим связанное. В DeFi этого пока нет и пока не очень понятно, как это делать, ровно потому, что это контракты на эфире, которые доступны из любой точки мира и делать оценку пока довольно тяжело в кредитоспособности, потому что адрес, который берет в долг, он более-менее ничего не сообщает о том, что за человек находится за ним. Но при этом, я думаю, здесь будет довольно, ну, довольно быстро разовьется система какой-то верификации или там даже того же кредит-скор на чейне. То есть какие-то более централизованные провайдеры будут смотреть на, там, проверять твои документы или банковские счета и выдавать тебе какой-нибудь токен, который говорит о том, что этот человек там может получить кредит там на 100 долларов, условно. И протокол даже сам внутри своего кода сможет легко довольно проверять, является ли этот человек кредит-способным. Ну, и включать это в риск-модель свою на чейне. Да, я здесь еще легко могу представить какие-нибудь навороты в виде zero-knowledge и всякой privacy. То есть, не знаю, провайдер мне выдал какой-нибудь zero-knowledge токен, который доказывает, что я получил скор в таком-то рейнже, но не говорит, сколько именно, не говорит, кто я и так далее. Можно такие-нибудь штуки будет придумывать. Да, ну, это уже скорее оптимизация, но да, это вполне себе возможно. И даже можно не то, что рейнж давать, а можно говорить, что какой-то хороший, надежный источник дал мне вот такой скор. И это, ну, даже не говорить там ни фамилии, ничего, при этом выдать кредит на уровне протокола. Да, отлично. Слушай, я думаю, что у меня уже вопросы закончились. У нас такой долгий получился разговор, и мне кажется, очень интересный. Что-нибудь, если тебе есть, еще добавить, то добавь и будем закончить. Да, мне тоже очень понравилось, интересный разговор получился. Тут обычно я просто разговариваю более-менее со всеми, кто уже внутри DeFi-экосистемы, и поэтому с тобой была альтернативная такая точка зрения, приятно подискутировать. Я думаю, на сегодня, наверное, хватит. Ну, то есть, там можно устроить как-нибудь потом, через, не знаю, полгода, еще один ликбез по новым инструментам DeFi, а на сегодня, наверное, достаточно. Ну, да, ну, там можешь попиарить что-нибудь, вакансия людей, что-нибудь еще. Деньги у вас есть, теперь люди, наверное, нужны. Да, у нас, кстати, да, у нас есть пара очень интересных вакансий. Нам нужен, мы сейчас ищем фронт-энд-разработчика и iOS-разработчика. Оба синие уровни примерно. Да, работать нужно будет, соответственно, над нашим продуктом. На мобиле это очень такая интересная тоже задача, то есть, все связано с ключами, с транзакциями, с DeFi, вообще много чего интересного будет поделать. Ну, и на вебе, соответственно, тоже развитие нашего продукта. Да, это, заходите к нам, попробуйте продукт тоже сами потыкайте. Довольно просто, там, можно там 10 долларов закинуть и поиграться уже. Да, доступен по zereon.io, ну, или подписывайтесь на наш Twitter хотя бы. Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда будем завершать. С вами был подкаст «Базовый блог», и у нас в гостях был Евгений Юртаев из компании Zereon, и я Сергей Тихомиров. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на нас везде, мы есть в RSS, в iTunes, во всех подкаст-агрегаторах. Мы есть во всех социальных сетях по хэнлу BasicBlock Radio, у нас есть YouTube-канал, где мы вкладываем видео с конференцией. У нас есть Twitter, Telegram, ВКонтакте и Instagram. Можно в Telegram-чате BebaChat обсуждать этот выпуск и другие темы, связанные с блокчейн-технологиями. Мы очень благодарны компании Waves за поддержку WavesPlatform.com и нашим патронам замечательным на Патреоне. Заходите и присоединяйтесь к ним, пожалуйста. Спасибо большое за следующего выпуска. Всем спасибо. Спасибо.